Отличие всех предыдущих трансформационных периодов, когда возвращались прежние эмоции, страхи, какие-то ограничивающие убеждения вдруг всплывали, и мы разбирались с ними. Отличие в том, что сейчас это просто нужно принять, прожить благодарственно, не вникая в особенном содержании, понимая, что когда сворачивается свиток, ну представляете, огромная грамота многих жизней, у которых свиток судьбы, и там довольно много строчек, написанных черными чернилами, скажем так, а где-то и кровавые. И этот свиток сворачивается, потому что зерно этого опыта уже вычленено, зерно, которое с душой переходит в другую жизнь. Но поскольку у нас нетрадиционный переход, если прошлые манавантары заканчивались просто гибелью миров и с нуля созданием новых космических миров, то сейчас мы живем, проживаем живое перерождение. И оно возможно все равно с обнулением того прежнего опыта, который мы прошли. Люди так пугаются этого слова, потому что боятся потерять идентификацию себя, как конкретно Иванова, Петрова, Сидорова, с конкретными паспортными данными и так далее. Но я уверена, большинство из тех, кто слушает и смотрит меня, уже не раз ощущали, что они гораздо больше, чем тот человек, который зарегистрирован по месту жительства и имеет конкретные метрические данные. Мы уже давно ощутили свою свободу от очень многих ролей. И, пожалуй, труднее всего как раз не формальные роли отпустить, а те прописи мыслей, чувств, эмоций, которые всплывают сейчас, как тот самый томатный сок на ленте предыдущей трансляции я рассказывала перед ногами. И вот эти моменты, связанные с бурным поднятием состояний острых, он касается всех. И тех, кто осознает, что он меняется, и тех, кто вообще об этом не задумывается. И поэтому рядом с вами люди могут вести себя очень неадекватно, но в отличие от прошлых наших таких периодов, а я не раз приводила примеры того, как нужно, отклоняясь, позволить человеку выкашлить свой негатив, просто понимая, что это ему нужно, он не может как туберкулезник удержать этот кашель, это выходит. На вас это не налипнет, если вы не осуждаете, если вы не оцениваете. И как бы это такая вещь, которая наша позиция не вмешательства без осуждения, а просто понимание неизбежности такого, она очень помогала подойти вплотную к человеку в трудной ситуации, вот эмоционального всплеска негативного, подойти вплотную к его небесной семье, чтобы, насколько возможно, быстро санировать вот этот пласт эмоционально-ментальный. Вы ментал, как называется во многих источниках. Сейчас это не просто самозащита, находиться в состоянии спокойного наблюдения. Это мощнейшая практика преображения мира, потому что ваш внутренний покой миллионами лучей, таких людей миллионы способны держать покой на земле. Миллионами лучей одномоментно вот в такие активные фазы, которые сейчас идут конкретно вокруг зимнего сонсостояния, растворяет не просто индивидуальные какие-то заморочки человеческие, ложных, прежних, искаженных, прописей, боли, отчаяния и всевозможных греховных проявлений. Простите за это слово, я не в смысле вины, я в смысле определения действий самих. То, что словом грех в обувательском сознании определяется чувство вины, но на самом деле это урок, это преодоление квеста определенного. И вот были конкретные семь квестовых направлений, которые нужно было прожить за время жизни на земле и выйти из них победителем. Так вот, проходя их, многие набрали себе разный груз. И вот сейчас, находясь рядом с такими людьми в состоянии спокойства и равновесия, через нас мы позволяем протечь грандиозному количеству света, который высветляет эту киноплёнку прошлого дотла, просто дотла. Аналогично. Такого же рода всплески изнутри нас, тех, кто уже осознаёт, зачем он здесь находится. Всплески вот этих эмоций не требуют работы как бы с ними. Всего лишь принять и спокойно в состоянии и-и прожить, позволяя центрированному дыханию сердца раскрыть этот канал сердечный и через него высветлить своими же высшими аспектами, высветлить прежний опыт, который был бесценен. Шахматная партия всегда идёт двумя видами шахмат, и чёрными, и белыми. Любой квест обязательно имеет испытания и носителей этого испытания. И поэтому все роли, в которых мы были палачами и жертвами, они были не случайны и были нужны для высечения этой самой сияющей искры духа в новом качестве, который подарил материальный план вообще мирозданию. И вопрос не в оценках, хорошо это или плохо. Вопрос в том, что с благодарностью. С благодарностью принять то, что было. Сейчас гляну чуть-чуть в комментарии. У меня очень много поднимается, эмоций много. Любимый, пожалуй, горе, только успеваю продыхивать, признавать. Не забывайте только при, кроме того, что вы продыхиваете и признаёте, не забывайте заботиться о ресурсе тела и, что очень важно, постоянном движении. Дело в том, что это отдельная, как бы аргументированная отдельная тема, как в биологии отражаются наши стрессы. Примитивно говоря, лимфоноситель кармы. Поэтому, когда вы испытываете быстрые преображающие состояния резкие, очень важно двигаться, чтобы лимфа двигалась по чакрам, промывалась. Понимаете, энергетическая система и живая наша система биологии, кровеносная, венозная, лимфатическая система, они все одновременно двигаются. Если вы усиливаете движение лимфы, вы усиливаете движение, соотношение всей энергетической системы. Поэтому движение – жизнь. И просто сидеть и думать, и писать, или дышать – этого мало. Очень важно, я почему столько времени вас призывала выбрать и освоить практики, которые лично вас поддерживают, лично вас гармонизуют, лично вас наполняют ресурсом. У кого-то это быстрая ходьба, у кого-то тренажерный зал, у кого-то танцы, у кого-то гимнастика. У меня классическая Сурима Маскар. Я с этим простым очень упражнением живу 30 лет уже. И по времени немного, и быстрая прокачка по всему телу происходит, распределение сил. Простая даже работа по дому в ритме, в активном, особенно под музыку, она вам поможет быстро промыть, пропустить эти потоки. Хотя иногда кажется, что вы не можете пошевелиться, что вы в состоянии просто обалдения, как будто пыльным мешком ударены, и тело тяжелое, как свинец. Но когда вы начнете двигаться, окажется, что у вас очень много энергии, потому что оно у вас тяжелое, именно потому что застревает энергия. Огромные потоки энергии, они застревают из-за того, что мы не двигаемся физически. У меня сильно заболел ребенок, меня как пробки выбило из жизни. Очень сложно вернуться в осознанность. Много сопротивления, как принять? Ой, дорогая Ирина, у нас процентов 80 на курсе людей, которые полностью преобразили жизнь, пришли именно потому, что у ребенка очень тяжелое заболевание. Я сама, я сама ради себя никогда бы не меняла свою жизнь и столько не приложила усилий для встречи со своей душой, если бы не астма моей старшей дочери, не тяжелая аллергия моей младшей дочери. И пневмония была у старшей тяжелой. Я просто убедилась по факту, что ребенок, часть семейной системы, ну, послушайте, у меня есть на сайте, прямо на главной странице в правой колонке, там есть самые популярные записи, в частности, старая моя запись на радио России, детское радиоотделение «У спокойных родителей здоровые дети». Я это на опыте своем прожила. Суть в том, что когда ребенок уже тяжело болен, именно забота матери о ресурсе и ее равновесии позволяет максимально быстро преодолевать и соотносить все текущие симптомы. Есть болезни, которые годами для отца или вообще врачами называются неизлечимыми. У нас такие были на курсе у детей, сейчас эти дети здоровы. Потому что мама по факту убедилась, что, как и я сама, оставляя детей малолетних дома в тяжелом состоянии рано утром, в 6 утра, я шла ходить по снегу, дышать, молиться, делать практики дыхательные, активные, чтобы набрать ресурса, чтобы в течение дня спокойно встречать приступы. Спокойно. Я, ну не хочу вспоминать все это, честно говоря, низко кланяюсь в себе тех времен о женщине со смертным сознанием, не имеющей никаких доказательств наличия тонкого плана, которая просто в сердце своем выбрала доверие Богу и искала внутри себя духовную силу для того, чтобы решать свою жизнь, преобразовать свою жизнь преображением себя. И ужас, который я испытывала как человек в тяжелые моменты самочувствия детей и скорой помощи эти все, это было все очень сложно. Но я одновременно этому знала, что если я сейчас начну играть опять во внешнее лечение, то это вернется как пластинка снова на новом этапе для всех нас. Поэтому я хочу подчеркнуть, если у вас проблемы с детьми, родителями, проблемы серьезные по здоровью, в первую очередь позаботьтесь о том, чтобы у вас был свежий кислород, чтобы вы успевали сделать практики вот разгона этой самой лимфы, чтобы у вас было достаточно витаминное питание, хотя бы два фрукта в день. Нет более благоприятного момента довериться духу в себе, как в ситуации выживания. Потому что именно в это время у вас нет, ты видишь на глазах, как только ты из внешнего суетливого состояния возвращаешься внутрь и применяешь методы, которые успокаивают тебя и дают тебе прилив силы духа, ты видишь, что снаружи дела налаживаются, хотя бы на час.